всем привет нашим поросяткам будет 12 ноября 60 дней будем пробовать их взвесить 60 дней ну два месяца столько будет вес от рождения сеток 10 штук живы здоровы поносов так и не было то есть все прошли нормально кормушка у них постоянно полная уже едят вдоволь и хочется сказать что пошли в рост пошли в рост сильно заметно и в длину тут у них одна свинка вот это по моему белая вообще длил длинная длинная ну просто кажется худее всех но она длинная сильно я ее наверно оставлю боря и оставлю ее наверно тоже на свиноматку именно она мне нравится по длине то сильно длинная вот эта свинка она лысая это так чуть-чуть есть волосы на вот этой а то просто длинная вся у киевскую генетику оставлю ее на свиноматка наверно вот эту и обезьянку он обезьянку на с белой морзой и его оставлю а там посмотрю ну она уже когда они все подымутся будет ясно и понятно какая там загуляет хорошо тут и будем покрывать она покажет как они будут и просто что я хочу сказать сейчас я им вот это как их сюда перевел начал им давать старт и потом мешать пред свой начал им давать пред старт а потом мешать пред старт со стартами так они перешли на старт сейчас у них полноценный старт без пред старта вот что мне хочется сказать что я когда им ношу кормушку насыпать я записываю сколько вы они от рождения вот 10 штук легко считать 10 штук от рождения столько на них уйдет корма до уже до там 130 140 кг веса это именно что касается мясных ну чел чел и вот интересно посмотреть сколько уйдет на мясных и также хочу посчитать на других поросятах на не таких мясных грубо говоря мясо сальных которые вот дюрка ту генетику киевскую которую я покрывал искусственно дюрком но они такие более видно сальные будут поэтому интересно посмотреть какие же сколько корма уйдет на сальник и на вот эти вот мясные это я чисто для своего наблюдения узнать сколько именно они съедят за все время там до 130 до 140 кг ну то есть когда начну уже там немного их убирать на закол и остановлюсь считать и уже поделю на всех 10 поросят и то же самое вам скажу кстати те и тот геморройный сейчас я вам его покажу вот это вот свинка тоже не что такая скоро но она короче по длине то вообще свинка вот это белая вся у клубнику киевскую именно длинная ну сами по себе поросятка неплохие я смотрю растут довольно таки вот она длиннюшка наша машка в своем перкуаре можно нормально домашку бумажки голова наверно только 25 если так сикир сделать это на киноке чего но маска это еще не самая большая сейчас я вам попробую показать и отмечу на целый день одно только что делая это отвлекает сейчас мы включим свет и вот ради интереса вот машечка у нас поросная и в декабре уже поросится я даже не представляю таких свиней у меня в хозяйстве еще на мясо не пускали вот такой величины будем когда-то ну пока такого не приходилось что это у тебя сильно большая можно сказать даже ровный и сама по себе слиномазка хороший это кто-то мне написал как там машка покажи маску вот а так они любят своего хозяина кто их кормит раньше шугливые были а ты что ты вот этот сильно кусать вот да вот это я говорю длинная вот эта свинка хорошая такая все как на подбор тут а этих трое геморройного отсюда забрал вместо им ну так я думаю хватает тут у них вот этот пошел в росте белый самый большой можно сказать но он от кормушки почти не отходит эти чуть чуть поменьше а геморройный получается из них самый-самый маленький стал может сильно стресс перенес может переболел поэтому решил их пока еще дней десять тут побудут дней десять недели две и тоже будем отсюда их убирать а сюда маленький сейчас я покажу каких тоже будем маленьких запустим и так само поднимем их килограмм до сорока может чуть больше вот сколько места хватит на чем потом раскидать в этих ну вот как в белому как на ну на мой глаз килограмм девяносто это в том белом в этих поменьше будет лобоих примерно как урен вот этот белый самый такой большой давай сюда килограмм восемьдесят девяносто стопудов нам есть наверное с этой партии с 1 пойдет я у них сегодня убирал чистил ихнюю канализацию тут ровно одна тачка выходит большая густяка но она не жидкая тут а густое то есть на тачку тачка с горкой загрузилась и опять там пару недель она все отсюда сходит туда в яму да вот этот самый крупный а те такие более подтянутые это с одним ухом в другую сторону то есть эти пускай пока здесь побудут эти поросята у нас уже без свиноматки сами питаются у них сегодня сгорела лампа у них было 250 ватт я поставил 150 125 хватит им пока и воду начали кастрюльку переворачивать я им пока поставил корыто из газового баллона не переворачивают пьют нормально воду меня и каждый день то есть выпивает потом утром захожу помыл корыто ехать ставлю но зато не переворачиваю тоже хорошие такие поросята крупненькие это они уже то дней наверно 5 или 6 как без свиноматки сами может чуть-чуть больше уже точно а вот у нас геморрой на геморрой на а ну-ка бать сзади вообще признаков признаков даже нету того что у него был геморрой все залезло назад кишка залезла назад и по внешним признакам вообще не скажешь что он что у него был геморрой или там геморрой или как пишет выпала там кишка ну то есть по разному ну все понимают о чем я то есть у него получается все остановилось я ничего не зашивал не мазал ничем и не прокалывал то есть просто его отсадил отдельно они его не тревожат и буквально вот сколько тут не прошло ну покажи все вернулось назад то есть кабачек павает хорошо воду пьет хорошо и буду тесте что носит кобуряк натертый то еще что-то но я подсыпаю как и тем просто так не сильно там прям чтобы он переедал и рыжку мы запустили сюда у рыжки скоро порос вот загорода больше двух метров ширины вот такая у нас рыжушка рыжка больше чем машка намного больше она и длиннее и сама по себе больше дорожка ну а этот пускай тут тогда и остается тут будет один пока не пойдет куда надо по назначению ему тут не скучно там они переговариваются с кантерами и кантеры сюда ходят туалет во внутрь а наружу она там типа типа теплицы и они наоборот все сделали сюда ходят в теплое место я соломы насыпаю пока пропитаются потом убираю но думаю когда будут морозы уже наверное поменяется он ходит туалет нормально все хорошо у него я бы сказал даже шикарно вот друзья говорят то у тебя всегда все прекрасно ну вот смотрите вынес поросенка уже больше 10 килограмм этот поросенок это свои водка с киевской генетики отечка что такое отечка сами понимаете это кишечная палочка пищевая инфекция а все почему потому что я по своей ну не глупости они внимательности короче делаем стартовый корме мешал с предстартом и по своей же глупости короче или невнимательности намешал им не 25 процентов а 35 процентов даже наверное до 40 процентов короче начал распределять там кукурузу пшеницу еще что-то и и подумал что кинул ячмень а не кинул ячмень кинул короче больше 35 процентов по новым стартового корма зерновую группу и в тот же нет на второй день заметил у меня два таких вялых два вяленьких поросенка два вялых сразу заметил на второй день и сразу этих двоих вялых проколол один вычухался второй не вычухался на следующий день просто выкну отнес сейчас пойду закапывать это просто-напросто отечка все свиноводы знают что такое отечка вот и я вам говорю то мне говорят так что ты все время показываешь и тебя все красиво хорошо не тут отечка выпанула но опять это из-за моей невнимательности просто я запарился запарился был невнимательный и так все получилось просто дал больше больше проценты ввел процент на насильно много то есть но я там что-то считал от не помню я что-то не добавил или пшеницу или ячмень вместо него кинул стартовый корм то получается даже больше 35 процентов и те все нормально поросят а вот это один отошел ну а то что вот и такое дело ну я то сильно не расстраиваюсь просто я когда мешаю вот здесь я там допустим а у меня пшеница пшеницу нам покинул вот ячмень к примеру или вот у меня тут а в бочке ячмень тоже и кукуруза на кукурузу я использовал старт я уже им наколотил вот у меня в бочке и короче запарился и кинул стартового стартового бмвд больше выпанула отечка и вот так все произошло и Продолжение следует...